Сибург Хоудинг и Казанский Федеральный Университет. VPN-виртуальный помощник. Какое уникальное природное шоу ждет нас в апреле? Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Виктория Бояринцева. В Казанском Федеральном Университете состоялась встреча представителей публичного акционерного общества Сибург Хоудинг с директорами институтов Казанского Университета, а также ректором КФУ Линаром Сафином. Подробнее расскажет наш корреспондент. В зеленом зале Казанского Федерального Университета прошла встреча представителей публичного акционерного общества Сибург Хоудинг с ректором Казанского Университета Линаром Сафиным и директорами институтов. На деловом заседании обсудили вопросы сотрудничества с КФУ, при этом, в частности, подготовку молодых специалистов для дальнейшего трудоустройства в компанию Сибург. Но, тем не менее, мы работаем над повышением оптимизации персонала, оптимизации состава сотрудников, чтобы они обучались, уровень квалификации поднимался, потому что оборудование усложняется, требуется переподготовка по самым разным специалистам и направлениям. И Сибург, это понятно, уже достаточно давно, работают системы с разными университетами. Сотрудничество с публичным акционерным обществом Сибург Хоудинг началось недавно. Изначально Казанский университет работал с компанией Сибург в сфере нефтяных катализаторов, но уже сейчас динамично развивающаяся нефтехимическая компания заинтересована в подборе кадров не только на технические специальности, но и на гуманитарные направления. Напомним, что Сибур – развивающаяся нефтехимическая компания, российский лидер по производству полимеров и каучуков. Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. Помощник российским пользователям в обходе блокировок. VPN-сервисы, без которых нет существования в нынешних реалиях интернета. В прошлом году Россия стала второй страной в мире по количеству скачиваний VPN. В марте-июле страна вышла на второе место. Только за первые три недели июля россияне скачали VPN-сервисы более 12 миллионов раз. Обойти локальные ограничения. Благодаря чему у российских пользователей появляется доступ к тем или иным сайтам, при этом сохранить свою конфиденциальность, возможно, с помощью VPN. VPN у нас официально разрешен, но не все сервисы VPN у нас разрешены. Те, которые, скажем так, более-менее лояльны русскому надзору. В январе 2022 года VPN-сервисы в стране загрузили 2 миллиона раз, и Российская Федерация занимала 16 место в мире. Уже в июле страна вышла на второе место по скачиванию VPN. Если выбрать иностранный VPN, то местные запреты перестанут действовать и станут доступны заблокированные на территории его страны сайты. Отметим, что при активации приложения VPN риски сохраняются. Возможен взлом аккаунта, а также утечка данных. VPN-туннель – это связь вашего компьютера или вашего устройства с каким-то удаленным устройством для выхода в интернет. И потенциально есть у нас, скажем так, не очень чистоплотные сервисы. Они могут просматривать ваш трафик, видеть и знать, что вы передаете в интернет и что вы смотрите из интернета. Также на первом месте за последние полгода скачивания VPN была Индия. Пятерку входят Пакистан, Индонезия и США. По оценке экспертов, доля пользователей VPN в России может приближаться к 30%, что соответствует показателю Китая. Вероника Гимранова, Универньюз. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялся телемост студентов Казанского университета с апитуриентами из Таджикистана. Подробности далее в сюжете. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялся телемост студентов факультетов журналистики и телевидения с учениками школы юного журналиста в городе Душанбет, Таджикистан. Благодаря организованной видеосвязи между двумя аудиториями ребята могли в режиме онлайн задавать друг другу вопросы о своей профессиональной деятельности, делиться впечатлениями и опытом. В обсуждении принимал участие декан Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Леонид Толчинский. Лучшие практики и компетенции, которые мы в том числе и здесь постигали и создавали, в том числе и формировали, они в правной степени сегодня будут в полном уровне вам доступны. И очень надеемся, что очень успешные и эффективные будут медиашколы, которые год за годом, как вы уже говорите, открываются на базе Роского дома Душанда. Сначала ребята поднимали важные для профессии журналиста вопросы. Абитуриенты спрашивали, каким должен быть современный журналист, какими знаниями и навыками должен обладать. Далее студенты говорили о тенденциях медиа своих стран. Схожи они или различны? Есть ли в республике Таджикистан национальные тренды? Выяснилось, что даже песни инстасамки там перевозят на таджикский язык. К концу мероприятия вопросов становилось только больше. Ребята успели сблизиться благодаря общим темам и опыту в журналистике. Крайне интересно посмотреть, что да, по эту сторону экрана сидят такие же ребята, как они, такие же молодые, которые смотрят такие же телевизионные передачи, которые интересуются тем же самым контентом в социальных сетях. И боже мой, оказывается, сегодня, как в ходе разговора выяснилось, у них одни и те же мысли на процессы, которые сейчас происходят. И это очень крайне важно для детей, которые находятся в Душамбе, по ту сторону экрана, потому что я уже вижу, как они утверждаются, убеждаются в своем решении приехать сюда. И они уже перестают, самое главное, что боятся неизвестности переехать в чужую для них страну. Телемост завершился уже более личными вопросами ребят друг к другу. О принятии их профессии родителями, о том, чем приходится жертвовать ради журналистики и оправдались ли их ожидания от обучения. А Леонид Толчинский выразил слова благодарности абитуриентам за искренность и активное обсуждение. Ксения Моисеева, Александр Кузнецов, Фарид Захитоглы, Универньюз. В апреле 2023 года нашу планету ожидает уникальное природное шоу «Звездопад Лериды». О том, где и когда лучше всего наблюдать за падающими звездами, смотрите в следующем сюжете. Падающие звезды всегда вызывают у людей искренний восторг и удивление. Они заставляют нас поверить в магию, романтику, испытать судьбу, загадывая желания. С 14 по 25 апреля жители Земли смогут стать невольными свидетелями ярчайшего звездопада, который, по данным НАСА, будет существенно отличаться от других подобных потоков в течение года. Его главной особенностью станет внешний вид. Вместо длинных светящихся хвостов, которые тянутся за падающим объектом, астрономы-любители смогут разглядеть короткие взрывные всплески, называемые огненными шарами. Даже несмотря на то, что летом звездопад Лериды выглядит в разы мощнее, люди, отправившиеся наблюдать за ним, не будут разочарованы. Как правило, во время метеорового пика наблюдается около 18 метеоров в час. Однако в некоторые годы число может сильно превышать норму. В настоящее время уже проходит такое событие, как поток метеорный Лерид. В чем это выражается? Маленькие частички, 0,3 грамма, 0,3 миллиметра в диаметре, влетают в атмосферу Земли, сгорают на высоте 80 километров, ионизируют воздух. И вот как раз эти светящиеся звездочки, падающие, мы все с вами и наблюдаем. Но можно светящемуся воздуху и желание загадать. Звездопад можно наблюдать и невооруженным взглядом, без использования специального оборудования. Главное – правильно выбрать место обзора. Специалисты утверждают, что спрятавшись от источников света за городом, необходимо поднять голову к небу и стараться смотреть не на источник падающих звезд, так называемый радиант, а немного в сторону от этой точки. Именно тогда можно будет увидеть самые яркие длинные метеоры. Кроме того, для жителей северной части нашей планеты звездопад будет в разы ярче. Как его наблюдать? Наблюдать с 1 часов вечера до 3 часов утра лучше всего за городом, потому что засветка в Казани, разумеется, ничего хорошего для наблюдения нам не принесет. Также этот поток ни сегодня, ни завтра. 23 числа будет как бы пик, и до конца месяца можно опять-таки это все будет смотреть тем, кто любитель смотреть на метеорные потоки. Пропустить это событие будет очень большой ошибкой, ведь такого живописного звездопада жители Земли не увидят вплоть до следующего апреля. Все, что нужно сделать – запастись теплыми вещами, выехать подальше от городской суеты и стать свидетелем самого настоящего природного волшебства. Елизавета Газизянова, Фарид Захит Аглы, Универньюз. 19 апреля состоится завершающий этап традиционного фестиваля «Стут весна». О том, что будет происходить на мероприятии, узнаем в сюжете. Студенческая весна – это ежегодное событие одной из наиболее ярких и важных моментов жизни каждого студента. На мероприятии выступают самые творческие и талантливые ребята. В этом 2023 году все институты Казанского федерального университета продемонстрировали свои умения и воплотили интересные идеи в жизнь. Теперь настало время выбирать лучших из лучших. На галоконцерте выступят талантливые коллективы и исполнители, лауреаты фестиваля, а также будут объявлены имена институтов-победителей. И самое главное – пройдет торжественное награждение победителей и лауреатов. Ежегодный фестиваль «Студенческая весна» прошел, как всегда, ярко. Очень ожидаемо для студентов. Ребята готовились на протяжении трех-четырех месяцев, начиная сразу после дня первокурсника. Поэтому фестиваль прошел очень круто и ярко. И студенты начали сразу после фестиваля, после окончания фестиваля, готовиться к республиканской студенческой весне и к галоконцерту. Галоконцерт – большое праздничное событие, заключительный этап, где будут представлены лучшие номера и объявлены победители. Каждый из институтов покажет свои достойные выступления. Фестиваль разделен на две части. Первая демонстрирует конкурсную программу для республиканской студенческой весны. Вторая направлена на проведение итогов и награждение победителей. Галоконцерт – это всегда такая яркая, заключительная точка большого фестиваля, как я сказала, к которому готовится уже на протяжении многих-многих месяцев. И, конечно, эта точка необходима. На галоконцерте, во-первых, мы видим все самые яркие номера, которые студенты подготовили. Во-вторых, мы узнаем результаты. 19 апреля традиционно можно будет посмотреть галоконцерт студенческой весны на трансляции телеканала «Универ ТВ». Сам фестиваль будет проходить в культурно-спортивном комплексе «Уникс». Приобрести билеты можно уже сейчас у культурно-организационного комитета, чтобы своими глазами увидеть лучшие номера, подготовленные студентами Казанского федерального университета. Анастасия Белова, Карина Саяхова, Александр Кузнецов, «Универ Ньюз». В культурно-спортивном комплексе Казанского федерального университета «Уникс» состоялся турнир по волейболу среди работников структурных подразделений КФУ на Кубок имени Кудрякова в 2023 году. На этом все в студии Буа Виктория Бояренцева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!